Здравствуйте! Вы смотрите программу «Реальные кадры». С вами Мария Шматкова. Сейчас мы находимся на территории Межмуниципального управления МВД России Одинцовской. И сегодня мы расскажем вам о работе людей, которые 24 часа в сутки каждый день охраняют наш покой и общественный порядок. Итак, поговорим о службе патрульно-постовой. Здравствуйте, Артем! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о вашем отделе, сколько в нем человек и какие задачи и функции выполняет патрульно-постовая служба? В нашем отдельном батальоне патрульно-постовой службы насчитывается более 200 человек. Ежедневно порядка 54 сотрудников заступает ежесуточно на охрану общественного порядка нашего Одинцовского района. То есть не только территории города Одинцова, а всего района. Соответственно, наши задачи основные – это охрана общественного порядка, профилактика и пресечение преступлений, административных правонарушений на территориях наших городов, сел и так далее. Огромное количество людей справляются. Территория ведь тоже немаленькая у Одинцовского района. Достаточно людей? Справляетесь? Сохраны порядка. Сколько выявлено правонарушений за последнее время? За последнее время выявлено более 160 преступлений, раскрытые именно сотрудниками патрульно-постовой службы. И порядка более 10 тысяч составлено административных протоколов на, к сожалению, нарушителей нашего района, которые распивают спиртные напитки, хулиганят на территории, на улицах наших городов. А с чем чаще всего сотрудники ППС сталкиваются в своей работе? С какими трудностями? Наши жители могут по-разному нарушать, начиная от распития спиртных напитков, курения в общественных местах, курения на детских площадках и кончая совершение преступлений, которые увлекут за собой тяжкие последствия, в том числе и смерть среди граждан нашего района. Но в случае какого-то происшествия, и когда поступает в дежурную часть звонок, то первыми, кому передается, наверное, ситуация оперативная, это, конечно же, сотрудники ППС, которые находятся, ведь они патрулируют территорию и ближе всего находятся в данную минуту к месту происшествия. Да, действительно, сотрудники патрульно-постовой службы одна из первых служб, которые приезжают на то или иное правонарушение или то или иное преступление в первую очередь. Потому что, находясь на улице, от оперативного дежурного информация попадает непосредственно через парадистанцию нашим сотрудникам. И в течение кратчайшего времени они незамедлительно выдвигаются на пресечение данного преступления. Подожди. Содержи. В общем, от оперативного дежурного поступило сообщение, что по адресу Можайское шоссе, год 1, дом 106, значит, проживает на стороне граждан в квартире. Значит, это сообщение поступило от граждан, так как неоднократно слышали шумы, крики в квартире. Вот приехали на вызов, значит, открыли дверь. Действительно, факт подтвердился, что проживают на стороне граждане. Они все задержаны, все с документами, лица страны СНГ. Значит, они сейчас будут доставлены до отдела полиции первого городского дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Сотрудники патрульно-постовой службы, они самые, наверное, лучшие психологи. И они знают досконально свою территорию, знают, что, где, в какое время может произойти, и уже предупреждают, появляясь там и пресекая любые правонарушения. Все сотрудники патрульно-постовой службы прекрасно знают свою территорию, знают каждый дом, грубо говоря, нашего города, и в том числе района, который входит в их маршрут патрулирования. Соответственно, знают все злачные места, на которых концентрируются дебоширы, так сказать. И, соответственно, всячески пресекают данное правонарушение, проезжая по маршруту патрулирования. И выявляется, если данный факт выявляется, то, соответственно, они его пресекают. То есть 24 часа в сутки наш покой и общественный порядок охраняют люди в погонах. Нет дремля, у них нет времени, я знаю, что ни на обед, ни на сон, ни на какой-то перерыв. Это так? Конечно. То есть во сколько заступают сотрудники, как меняются смены? Заступают сотрудники с 8 утра, соответственно, до 8 вечера они работают. В 8 вечера заступает другая смена до 8 утра. Но старая смена, грубо говоря, не уходит со своего маршрута патрулирования, пока на их смену не придет новая смена. То есть улицы у нас без присмотра не остаются. Ну и, конечно, мы никуда не обходимся без сотрудников ППС на любых городских мероприятиях, массовых мероприятиях, где вы всегда охраняете наш покой и порядок. Да, безусловно, сотрудники патрульно-постовой службы участвуют во всех массовых мероприятиях, которые проводятся на территории нашего района, в том числе и общего российского масштаба. Такие вот, например, как Парк Патриот, выставка военной техники, танковый биатлон Валабина, ездили на МАКС-2015 в Жуковский. Также все выставки и мероприятия, которые связаны с большим количеством людей, сотрудники патрульно-постовой службы, безусловно, принимают в этом участие. Какими должен обладать качествами сотрудник патрульно-постовой службы? Сотрудник патрульно-постовой службы, безусловно, должен быть профессионалом, знать определенную нормативную базу, руководствоваться ею, безусловно. С чувством, честью, достоинством проходить все трудности, те, которые возникают на службе. И всячески быть открытым для людей. И в кратчайшее время стремиться на помощь людям и, безусловно, оказывать всяческую помощь в этом плане. То есть быть открытым к людям, я бы так сказал. Артем, а вы с детства мечтали стать полицейским? Или так сложились звезды? Ну вообще, да, я с детства мечтал стать полицейским. Причем, как бы мама еще в те далекие времена, она мне говорила о том, что у нас не полиция, у нас милиция. Я говорю, мам, я все равно буду полицейским. И вот так сложились звезды, что я стал полицейским. Ну конечно, был и милиционером, и сейчас в данный момент полицейским. То есть это мечта с детства, работать в органах внутренних дел. Около 9 лет я работаю в органах внутренних дел. Я не думаю, что это долго и дольше работать. Поэтому мы будем стремиться работать и двигаться в том направлении. А вот на твой взгляд, все-таки в органах работают и приходят люди по призванию? Вот действительно те, которым это по плечу, по силам, и которые могут взвалить на себя взять такой груз ответственности? Приходят в органы внутренних дел разные люди. Но буквально в первые полугодия, даже в первый год службы, многие отсеиваются. Просто не выдерживают того ритма, не выдерживают того темпа и тех требований, которые предъявляются к сегодняшней полиции. Просто, как это сказать, ну, сотрудник, человек, который понимает, что это органы внутренних дел и полиция не для него, он, соответственно, уходит, увольняется, а лучше остается здесь. Водитель, водительское удостоверение. Присаживаемся, доводим оперативную информацию, взяли служебные книжки. Присаживаемся, доводим оперативную информацию, взяли службу, Восемь вечера наряд патрульно-постовой службы выходит на маршрут патрулирования. Сегодня мы отправляемся вместе с ними, чтобы узнать, насколько спокойно на улицах нашего города. Восемь вечера! Жизнь в городе Одинцово буквально бурлит, а вот так ли здесь спокойно, мы сегодня это и выясним. Вместе с нарядом патрульно-постовой службы. Идем проверять, так ли спокойно на улицах нашего города. Тихий, тихий, теплый августовский вечер. Но обычно на центральной площади города все-таки спокойнее, чем в других районах. Да, бывают вызовы, в основном по выходным, нарушение тишины, так как некоторые граждане слушают громкую музыку на машинах, на мотоциклах подъезжают. А в принципе, в будни в основном спокойно. Очень много вызовов по выходным дням. Это пятница, суббота. Ну это как раз-таки, когда большое скопление молодежи. Да, и когда праздничные дни, когда у народа выходной, и у них очень много. Мы посмотрели и только что прошлись по центральной части нашего города. Баранки всем известны. Как обстоит обстановка? Ну в принципе, обстановка довольно спокойная. Пока лиц, нарушающих общественный порядок, пока не выявлено. Вот, но еще все впереди. Вот, значит, патрулируем, смотрим. Сейчас, может быть, кого-то обнаружим. Я думаю, лиц, допустим, распивающих спиртные напитки или нарушающий общественный порядок. Но ведь, наверное, за смену вы можете несколько раз вернуться сюда. Конечно, мы раза три-четыре возвращаемся, патрулируем так же. И вот так же выявляем. Вот, довольно часто приезжаем сюда под выходные дни, вот как раз на вызова, на нарушение тишины. Как раз вот на площади люди подъезжают, на машинах слушают громко музыку. В связи с этим люди жалуются, звонят в отдел полиции на нарушение тишины. Приезжаем, вот делаем замечания, как бы разгоняем людей. Составляем административные протоколы. Если люди находят в состоянии опьянения, нарушают общественный порядок или просто распивают пиво, водку, спиртные напитки в общественных местах. А так, в основном, в будни у нас семейные скандалы. То есть, ну, ездим по квартирам, да, допустим, семейные скандалы. А по выходным у нас, как бы, очень много вызовов именно по улице. То есть, уже непосредственно по общественному порядку. Имея, ну, точнее, непосредственно уже по, ну, по улицам, по паркам, распитие, нарушение тишины. А в будни у нас в основном, получается, семейно-бытовые скандалы, ссоры, ругань. Вот, ездим по ним, по этим вызовам. Что у нас еще на маршруте патрулирования сегодня будет? Какая территория входит? Ну, у нас, получается, первый, второй, третий, четвертый микрорайон. Вот, это улица Маршала Жукова, улица Молодежная, улица Северная, Садовая, Можайское шоссе. Вот, мы еще там проедем, по улице Молодежной, как раз посмотрим, есть там скамеечки, на которых люди чтенько выпивают. Но вы уже прямо знаете, да? Ну, конечно, мы не первый год работаем здесь, и, как бы, уже всю территорию знаем наизусть. Где-то место концентрации, где люди собираются, распивают, нарушают общественный порядок. За смену раза три-четыре мы эти места проверяем. За шестой дом, да, Можайское шоссе? Доставляем людей в отдел полиции для составляя административного протокола. Ну, получается, сотрудники патрульно-постовой службы, они не только объезжают территорию, веренную им, на автотранспорте, они еще и проходят ее в том числе. Мы ходим пешком, да, спешим в порядке, так точно, именно так мы сделаем. На маршруте патрулирования сотрудники проверили все общественные места, все скамейки, на вверенной территории. То ли люди привыкли и уже не нарушают. Но нам так и не удалось найти ни в одном микрорайоне группы людей, которые нарушали бы общественный порядок и распивали спиртные напитки. На улицах города тихо и спокойно. Но несмотря на то, что в городе тихо, в многоквартирных домах своя жизнь, в полицию сообщили о квартире с мигрантами, о выбросе строительного мусора во дворе жилого дома и мы отправились по адресу. Стекла, плитка, краска, все летело из подвала во двор. Осколками была усеяна вся территория вокруг подъезда. Это сотрудники коммунальной службы решили навести порядок в подвальных помещениях, а про меры безопасности просто забыли. И с такими происшествиями приходится разбираться с сотрудниками патрульно-постовой службы. Кстати, в подвальном помещении ими был обнаружен гражданин Молдавии. Его-то и доставили в отделение полиции. Каждый день, 24 часа в сутки, сотрудники патрульно-постовой службы выходят на маршруты патрулирования. Именно они охраняют наш покой и общественный порядок. Именно они первыми приходят на помощь. Хотелось бы поздравить сотрудников патрульно-постовой службы, а также ветеранов органов внутренних дел с нашим профессиональным праздником. Пожелать крепкого здоровья, мира и благополучия в семье. Не забывайте, что дома вас ждут родные и близкие. Берегите себя. Уважаемые коллеги, сотрудники патрульно-постовой службы, ветераны, в преддверии наступления праздника, посвященного дню патрульно-постовой службы, хочу поздравить вас с этим замечательным праздником. Пожелать вам крепкого здоровья, успехов в личной жизни, профессионального мастерства, счастья и всех жизненных благ. С праздником вас, уважаемые коллеги. Субтитры создавал DimaTorzok